За час до выхода на сцену надо все проверить и еще раз отрепетировать самые важные моменты спектакля. Сезон драма открывает постановка «Облако Рая» по произведению Георгия Николаева. Режиссер постановки вдохновилась его повестью. Фильм «Достоля. Облако Рая» я смотрел очень давно, он произвел у меня большое впечатление, когда-то лет, наверное, 10 назад. Потом я узнала про то, что существует повесть Георгия Николаева «Звездный час по местному времени», по которому снят фильм. Вот, прочитала ее, и она мне показалась вообще еще более сценичной. И мне показалось, что она сегодняшняя. Спектакль «Лирическая комедия» действительно перекликается с нашим временем. Действие происходит в 90-е, в непростой для всех период, когда большинство не знали, что будет завтра. Чтобы стать более заметным среди серых будней, местный житель Николай едет покорять большой город. Единственное, что там происходит, главное событие, это то, что один человек решил соврать просто на самом деле, для того, чтобы двинуть как-то жизнь вперед. Ну, просто делать нечего, в воскресенье что делать. Вот, и просто соврал, что он уезжает. И из этого его вранья вырастает огромный поступок, потому что он приносит, на самом деле, себя в жертву этому городу, отправляется в путешествие, которого нет. То есть его никто нигде не ждет. Исполнитель роли Коли – актер Артем Казаков. Это его первая столь масштабная главная роль, говорит, своего героя он назвал бы интересным и странным. Это такой парнишка, который неустанно борется с его позицией в обществе. То есть, если он видит, какое к нему отношение, он незамедлительно пытается это исправить. Он такой некий фонарик, который светит для всех. А здесь получается так, что ситуация оборачивается так, что светит не фонарик, а светит на фонарик. А туда ты зачем идешь? Куда? Ну, туда же, куда и я. Ну, надо. Если надо, значит, надо. Тебе туда. А тебе куда? Куда надо. Чтобы подчеркнуть масштабный поступок Николая, который вырвался из этих самых серых будней, авторы спектакля использовали музыку. По сути, это спектакль-концерт. Актеры на всем его протяжении сами исполняют самые популярные песни того времени. Пахмутова, Антонов, Наутилус, Помпилиус. Концерт простые люди организовали сами и посвятили его торжественному отъезду Николая из глубинки. Аранжировку музыки сделала одна из актрис театра. Раскрывать все секреты не будем. Премьерные показы спектакля «Облако рай» можно посмотреть также 2 и 3 сентября. Правда, лишь тем, кому уже исполнилось 16. Татьяна Голубева, Ольга Иванова, Дмитрий Денисов. День с толком.